Смотрите, с чего начинается монтаж. Многие спрашивают, как и что монтируем. Вот мы приехали на монтаж сейчас. Смотрите, приезжают ребята на склад, грузятся. Это время занимает где-то минут 20-30. Проверяют, загружаются, получают накладные, отзваниваются клиенту. Второй этап. Дорога. От 30 до полутора часов. Третий этап. Это получается разгрузка. То есть разгружаются, ищут площадку, смотрят. Четвертый этап. Бригада состоит из двух. Вот это главный монтажник. Миша, почему грустный такой? Все отлично? Нормально все? Сегодня у него помощники из города Перми. Здравствуйте, Александр. Савелий. Которые будут у нас в Перми собирать. Приехали на тренировку. Вот четвертый этап, значит, третий этап разложились. Все приготовили место. Видите, листы уже порезаны. Сегодня будем рассказывать про теплицу легенда. Два с половиной шириной. И потом идет распределение труда. То есть один монтажник собирает фундамент, если это брусовой фундамент. А один монтажник делает торцы, занимается монтажом торцов. Сборкой торцов. Вот видите наши этажи. Хлебницы стоят шикарные. Две хлебницы заказали. И еще вон там перголы две. Да, вот такие перголы последние мы просто отдали по акции. Под цветочки с лавочкой, со спинкой. Так вот, мы остановились. Значит, монтажник один собирает фундамент, раскрепляет его, готовит, выравнивает. И в последующем собирает тоннель, то есть арки. Второй монтажник собирает торцы. Сейчас мы вам расскажем про торцы. Вот еще у нас один представитель из Перми. Александр, у нас тут прямой эфир. Так вот, пока один монтажник, когда уже собран фундамент, выставлен один монтажник, все это делает. И он начинает собирать тоннель. То есть скрепляются арки сверху, видите, болт М8 с шайбами. И их устанавливает на фундамент. Пока временно раскрепление самого фундамента происходит после того, как соберется полностью весь каркас. Теплица. Потом замеряют, размечают и раскрепляют уже к фундаменту. Так вот, пока, значит, один монтажник собирает каркас. Это занимает от часа до полутора, даже меньше. Второй монтажник собирает торец где-то на лужайке, на газоне или еще на какой-то ровной площадке. Вот это мы видим, это торец глухой. Когда торцы будут собраны, они с Лёня ставят торцы и раскрепляют. И получается, вот как сейчас мы видим, да, теплица собранная. Смотрите, ну, уже здесь уже раскрепили. То есть будет торец стоять раскрепленный, арки полностью, скелет теплиц с собранными торцами. Следующий этап, давайте про торцы. Вопросов очень много задают. Смотрите, внимательнее будьте. У поликарбоната качественная одна сторона завальцована. Обратите внимание, видите, заводская завальцовка. С другой стороны ее нет. То есть вы режете по месту. Поэтому эту сторону надо резать. Здесь закрывается уголок декоративный. Также с другой стороны вы переворачиваете лист. Нам же нужно, чтобы солнечная сторона была. Где дверь крепится на петли, то тут надо также заводской кромкой делать вплотную к двери. Чтобы вот эту щель минимизировать как можно меньше. Чтобы они были вплотную. Но щель нужна, потому что, чтобы он не скрипел, когда дверь открывается. Но ее надо минимизировать. Так же здесь, получается, здесь по месту отрезается. Крыша тоже по месту отрезается. Так как здесь тоже декоративный уголок. И сверху декоративный уголок. Все это собирается на ровной площадке, на почву. Но рекомендую вам, Леня, потому что потом откручивает отверстия. Видите, отверстия это наши заводские. Но они меньше диаметра, чем саморез. Поэтому при их сверлении образуется стружка. Которая, видите, вот она. Оп, сейчас достану ее. Вот, смотрите. Видите? Вот она. Которая со временем ржавеет. Потому что даже если это цинкованная труба, то основа ее, черная труба. И она со временем ржавеет. Вот такая стружка. И она бывает остается между поликарбонатом. И она потом начинает сразу ржаветь. Это всех клиентов предупреждаем. То есть, если где-то у вас что-то пошло, надо открутить саморез и убрать стружку. Петли по петлям. Значит, видите, отверстия заводские. Надо ставить их в разбежку. Чтобы когда они открывались, они не встречались. Вот в разбежку. Видите, саморезы ставить. Следующее замечание еще. Вот такой идет уголок. 25 на 25 в комплекте. Это как бы отлив над дверью. Его заводите под поликарбонат. И здесь клопами раскрепляете сверху. Так как рама идет 40 на 40. 40 на 20, то есть сплошня. Вот вы оставляете здесь 2 см. Чтобы вот тут поликарбонат был внахлест. Подходил под этот уголок. Также с этой стороны вы делаете наполовину трубы. И здесь у вас получается внахлест. Дуже поликарбонат на трубу, на стойке. И получается ровная поверхность. Где возможность есть, ставятся шайбы. Где нет возможности, ставится клоп. Клоп. Здесь больше, в принципе, не надо, что выпираешь. Все аккуратно, видите, ставится. Можно поставить. Здесь ставятся клопы-времянки. Но их не видно, они потом закрываются. После того, как выставили торцы, двери спросили у клиента лево-право. То есть они уверсальны. Собирается. Стены собираются. Также в стенах могут поставить, видите, форточку стеновую. Форточку стеновую можно как поставить вверх, чтобы вот так открывалась. Как вбок. Но в основном так заказывают, потому что вода не заливалась внутрь теплицы. В основном вот так, она где-то будет вот так открываться. На такой уровень. И получается здесь нахлёст. С другой, снизу и сверху. Нигде порой рези нет. То есть в основном все конкуренты просто берут дырку, режут. По периметру. Если вы знаете, у вас есть теплица, все вырезают. Просто вырезают. Следующий этап. Значит, стену раскрепили. Здесь, видите, еще не надет перфолент. Еще будет все это одеваться будет. Следующий этап идет у нас здесь. Вот тут ставится уголок. Миш, перелив дай стеновой, пожалуйста. И торцевой дайте. Вот они идут. Видите, такие уголки. Поставь его. Потом следующий этап ставится. Немножечко я ошибся. Сначала ставится стеновой, да, прямой? Вот, сначала ставится перелив. Потом под него подводят, чтобы было плотно. Вот этот угловой. Вот получается вот такой отлив. Тут вот с этой стороны ничего крепить не надо. Правильно? Да. Крепится только когда вы положили поликарбонат. Через поликарбонат. Здесь клопом сначала. Сначала времянка клоп. Клопом. И так везде, вот на арках именно. Ну, да. Клопом крепится. А потом уже сверху уже крепится поликарбонат через шайбу. И после этого можно уже монтировать вот этот лиф. Этот. И форточные блоки сверху. И конек. Да, конек, смотрите, идет двойной. То есть он уже идет у нас как соединитель. Видите, он двухсторонний. То есть внутрь тоже цветом. Обратите внимание. Наружный на другую сторону. Два вида. И он играет роль связи, которая связывает верхушку теплицы. Тоже садится на клопы. Сейчас я вам покажу. Вот они, видите. Основной уже поставлен, который наоборот. Вот он, конек, видите, с другой стороны. То есть если тот, покраска у него с этой стороны, первый. То внешний вот такой, с наружной стороны. И вот такими загибами для большей жесткости. Видите, вот загибы. Вот, вроде бы все. Миша, сколько времени занимает теплицу такую собрать? Какой? Часов 5-6. Часов 5-6. А эта теплица у нас 3, ой, 2,5 на 8 с перегородкой, с дверями. С форточками? Комплекция какая, влянь? Форточный блок. Еще форточный блок с автоматами. Люди пишут, которые у нас покупают, собирают их неделями. Ихэн, это сложно или нет? Все спрашивают. Все от места, как бы, чтобы подъехать, чтобы площадка сухая была, тогда все хорошо. Ну, а еще самое главное, чего? Руки. Вот трезвый монтаж. Руки, руки, чтобы были. Мы вчера на монтажном съездим. Так вы вчера легенду какую собирали, мощную, в болоте, на сваях. Вот так вот. Самое главное, это трезвая голова и золотые руки. А потом уже инструмент. Можно без инструмента теплицы собирать. Конечно. Ну вот, вроде бы все. Так что прямой эфир сохраню. Смотрите. Еще по дверям можно показать на образцах. То есть здесь будут форточки еще. И форточные блоки автоматически. То есть, такая вот легенда. У нее высота стены метр шестьдесят три. Общая высота два с половиной. Ширина, да, два с половиной, два пятьдесят три высота и ширина два с половиной. А время сейчас, час дня. Вы во сколько с базы выехали? Девять. Сюда в десять. Сейчас получается три часа. То есть за три часа стоит фундамент уже выставленный, закрепленная теплица. И все подготавливает вот по этому. Все. Так что, если кому что интересно, пишите. Сейчас мы поедем на другую еще легенду. Смотреть. Которую уже второй год. В которой уже редиска растет. Нас позвали наши любимые покупатели. Покупательница в гости. И будем ее снимать. Еще легенду снимем вам. Покажем в прямом эфире даже. Только там три метра шириной легенда. Ну все. Всем пока. Если что, задавайте вопросы. Пишите в директ. Все отлично. Все супер. С наступающими вас праздниками. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok